Библейский портал экзегет.ру представляет Иудейское население. И, в общем, примерно то же самое делают, что делали и в 20 веке. Всех собирают в какое-то определенное место. А как их тогда могли уничтожать? Ну, вот слонами. Что такое слон в древнем мире? Ну, это самая главная боевая машина. Колесница эта мощная и хорошо, но слон гораздо больше. Вообще, нам кажется это странным, потому что слоны, мы привыкли думать о них как о рабочих животных, там в Индии, в Бирме, их используют для того, чтобы возить грузы и все такое прочее. Но их использовали и для боевых действий. Только для этого слонов, конечно, надо было разозлить, потому что обычно они довольно мирные животные, не нападают на людей. Вот об этом и говорит у нас пятая глава. Тогда царь, преисполненный лютой злости и бешенства, вызвал к себе гермона, поставленного смотреть за слонами. Он приказал, чтобы на следующий день всем слонам, коих было пять сотен, кстати, огромное число, но нельзя сказать, что нереальное. То есть были такие войска, в которых находилось действительно пять сотен слонов, но это просто вот танковая армия, даже не армия, а там, я не знаю, целый набор этих самых армий. Были ли они в Египте в то время, сказать трудно, но вообще бывало. Да, в Селивкинской державе было пятьсот слонов, там из Индии их импортировали. Всем слонам, коих было пять сотен, дали полный пригрыш Неладана и вдоволь неразбавленного вина. Причем здесь ладан, это же у нас благовония, в общем-то. Но вино смешивали иногда со всякими веществами для, скажем так, одурманивающего эффекта, потому что вот эти благовония, часто, если их принимать внутрь, они дают как раз такой, я ни в коем случае не рекламирую, дают одурманивающий эффект, и поэтому в вино могли добавлять какие-то такие вещества. И слоны, соответственно, ну, когда они пьяные, то они начинают буянить. А когда, получив этого питья в достр, слоны станут дикими, вывезти их для роковой встречи с иудеями. Ну, все понятно. То есть отправить их как раз туда, где собраны иудеи. Распорядившись таким образом, он отправился на пир, пригласив из своих друзей, то есть из ближнего круга, и из войска те, кто отличался враждебностью к иудеям. А Гермон, слононачальник, хорошая должность, слононачальник, принялся усердно исполнять его приказ. И вот слуги, которым это поручили, вышли, когда стемнело, и стали связывать несчастным руки и принимать всякие миры предосторожности на ночь, в расчете разума уничтожить все это племя. То есть еще и связывали их, чтобы те не могли сопротивляться, все-таки мало ли как они себя поведут. «Скованные со всех сторон неодолимыми узами, все иудеи оказались язычникам, лишенными всякой защиты. Они непрерывно кричали и плакали с мольбой, призывали вседорожителя Господа, властелина всякой власти». Вот хорошее, кстати, выражение «властелин всякой власти». У нас очень любят цитаты из Павла «всякая власть от Бога». Вот здесь тоже об этом. И, соответственно, власть Птолемея была от Бога. Но это не значит, что Птолемея абсолютно правильно все поступало. Это значит, что над ним тоже есть Бог, который может вмешаться. «Властелина всякой власти, милостивого Бога и Отца своего, отвратить направленный против них нечестивый замысел и величественным явлением своим, спасти от бездны, который бы и разверзнулся прямо у них под ногами. Их истовая молитва непрестанно восходила к небу». Да, вот такая параллельная картинка. С одной стороны, слонов там поют вином, еще и с примесями. Иудеям руки вяжут. А с другой стороны, люди молятся. Вот жест отчаяния. Вот мы ничего больше не можем, ну давайте молиться. А на самом деле это первый, а не последний их жест. Это первое, что они делают. «Агермон, допьяна, напоив свирепов слонов вином, в избытке им поднесенным, одурманив их ладаном, рано поутру ввелся во дворец, чтобы доложить обо всем этом царю. Но Бог отправил царю из древле сотворенное благо, неспосылаемое ночью и днем тем, кому он соблаговолит его пожаловать». Толику сна. У царя, очевидно, была бессонница во всех этих удалых развлечениях и всевозможных государственных делах он выспаться никак не мог. И вот, наконец, ему Бог послал немножко сна. Силой владыки сладкий и глубокий сон охватил царя, так что не воплотил он замысел беззаконного и не исполнил решения непреклонного. Для начала просто царь проспал, как школьник нерадивый, да? И ничего. Вот нет бы ангела послать, нет бы истребить там всех этих мерзавцев. Выспаться царю дал Бог. Неужели нельзя было как-то величественнее это сделать? А вот история, она вершится в том числе и в очень маленьких вещах, каких-то, может быть, незаметных, случайностях. Говорят, у Наполеона был насморк во время сражения при Ватерлоо. И он не очень хорошо соображал, как мы, когда у нас заложен нос, в общем, нам трудно дается сосредоточиться. Вот царь египетский Птолемей проспал утро казни. Вот бывает и так. Иудей же, избежав назначенного часа, восхваляли святого Бога своего и снова умоляли его, кто не держит зла, явить заночевым язычникам силу великомощной десницы своей. Уже около половины десятого часа, десятый час считают от рассвета, поэтому это к вечеру уже, отвечавший за приглашение, видя, что все приглашенные собрались, вошел к царю и растолкал его. Он едва добудился его, напомнил, что время пира уже проходит, и доложил обо всем. Разумев сказанное и возвратившись на пир, царь приказал тем, кто пришел на пиршество, расположиться прямо против себя. Когда это было сделано, он призвал всех предаться веселью и оставшееся время пира провести в радости. То есть ему даже как-то не до того, что там с аудеями, со слонами он пирует. Праздность длилась уже довольно долго, когда царь вызов Гермона стал с грозным видом, допытываться у него вспомнил. По какой такой причине аудеям позволили пережить нынешний день? Ведь вообще-то вспомнил царь, мы собрались праздновать их уничтожение, что-то мы празднуем, а они не уничтожены, это как так получилось? То есть царь такой туповатый довольно. Тот доложил, что еще ночью исполнило все, что ему было приказано, и друзья царя это подтвердили. Тогда царь, одержимый жестокостью Пуща Фаларидовой, ну это тиран из Сицилии, такой легендарный, очень жестокий правитель, сказал, мол, пусть сегодня его сон даровал милость иудеям, но на завтра не мешкая, приготовь точно так же слонов, чтобы уничтожить преступных иудеев. Когда царь произнес это, все присутствующие в один голос весело и радостно поддержали, его разошлись по домам. На ночное время они потратили не столько на сон, сколько на изобретение всевозможных издевательств над жалкими, как им казалось иудеями. Слонов опять поят, очевидно, бедные животные начинают уже страдать алкоголизмом. Как только рано поутру пропел петух, Герман начал водить зверей в боевом снаряжении на боевую площадку, обнесенную колоннадой. В городе собрались толпы народа. То есть одновременно это и зрелище. Нет, чтобы взять просто и перебить потихоньку. Надо устроить представление для всех. Потом римляне это будут очень любить. Почему, скажем, христианских мучеников казнят на аренах цирков, ну или театр используют для этого. Да вот ровно для того, чтобы всех собрать, и там какие-нибудь дикие звери терзают людей, надо же здорово на это посмотреть. Разве нет? Интересно? Ну, у нас смягчение нравов. Мы смотрим телевизор или в компьютерные игры играем. Ну, в принципе, то же самое. Там убивают, мочат, рвут на части. Людям почему-то нравится это смотреть. Так вот, в городе собрались толпы народа, чтобы полюбоваться на душераздирающие зрелища, и рассвета ждали с нетерпением. Да, вот смотрите, они еще затемно заняли места. Наверное, дрались за эти места. Вот кому лучше будет видно. А иудеи, готовые вот-вот испустить дух, во многослезном молении простирали руки к небу и со скорбными причитаниями просили величайшего Бога и на сей раз поскорее прийти им на помощь. Хорошая такая сцена, да? Царь, который пьянствует ночами, а днем отсыпается, если ему удастся заснуть. Род, который ждет смерти. А эти люди молятся, молятся, молятся. Вот все, что им остается. Но это и побеждает. Еще лучи солнца не расселись вокруг. И царь еще принимал своих друзей, когда к ним явился Герман и стал приглашать выйти наружу, доложив, что все, чего желал царь, готово. Но тот, выслушав, изумился, неуместному предложению выйти и в полнейшем неведении стал расспрашивать, что это за дело, которое в такой спешке для него исполнили. Но человек пил всю ночь. Он уже там не отличает ничего. Что там такое? Куда меня зовут? Ничего не понимаю. А это была та самая сила волычествующего над всем Богом, вложившего в разум царя забвения всего прежде им задуманного. Вот такая трагикомедия одновременно. Вот держит нас текст в напряжении. Мы ждем, чем все разрешится. Но одновременно такая пародия вот на эту языческую государственную власть, которая, с одной стороны, очень жестока, с другой стороны, она абсолютно бессильна. Царь сам не помнит, что он приказал. Гермон и все друзья стали разъяснять. Царь, звери и войска приготовлены согласно твоему настоятельному повелению. Но от таких речей царь преисполнился лютой ярости, потому что благодаря промыслу Божию весь его замысел полностью развелся. Уставився на Гермона, он грозно сказал. Да, то есть до царя наконец дошло, что это происходит. Какие-то слоны, какое-то войско, с кем мы воюем. Будь здесь твои старые родители или малые дети, я, скорее, из них приготовил бы щедрое угощение для диких зверей. Они из иудеев, ни в чем не повинных предо мной, предкам моим сполна, высказавшим всецелую и неколебимую верность. Если бы не моя к тебе с детства привязанность и не твои заслуги, то вместо них жизни лишили бы тебя. Так Герман столкнулся с неожиданной и страшной угрозой. И по них взором и лицом. А друзья царя угрома пошли прочь поодиночке и распустили всех собравшихся в освоёсе. Узнав о таких словах царя, иудеево сдали хвалу Богу и царю царе за помощь на сей раз от него полученную. Вот, слушайте. Странно, ещё раз, ну ладно. Ангела Господь не послал, послал то сон царю, то забвение, то ещё какое-то временное помрачение, рассудка, когда он вдруг резко меняет своё решение. Почему нет какого-то окончательного избавления? Вообще мне очень хочется, что Бог наказал немедленно всех дурных людей. Я знаю некоторое их количество. Ну, я себя, конечно, к ним не причисляю. А что всем хорошим людям он дал то, что им нужно, чтобы нам он всем помог. Почему Бог этого не делает? Почему в мире всё устроено как-то иначе? Вот не знаю. Но эта книга, она очень внятно это подчёркивает, да, что, да, люди проходят иногда через опасность. Кстати, многие гибнут. Здесь пока этого нету, но там первая, вторая Маковейская книги, там очень много смертей. Вот. И всё не так, как нам бы хотелось. Но всё очень интересно. И в этом всём очень много иронии такой, да. То есть не просто вот дурных мы накажем, о хороших наградим, но Бог высмеивает все эти замыслы, да. Он показывает, насколько всё это вот связано с прихотями, настроениями, пьянством, каким-то вот умопомешательством, да, что очень часто зло в мире – это вот не такое, знаете, зло, там, из чадия ада какие-то встают, я не знаю, там, черти с огненными всякими рогами, хвостами и копытами, а это просто, ну, какие-то неадекватные люди какую-то ерунду затевают, и сами не знают, чего хотят. Что вот зло, оно зачастую бессильно, глупо, пошло, и от этого оно не менее страшно. А царь опять задал совершенно такой же пир и приглашал предаться веселью. Призвали же Гермона, он сказал грозно, сколько раз тебе приказывать одно и то же болван слонов немедленно снаряжать, чтобы завтра уничтожить иудеев. Понятно, что Гермон уже, наверное, думает, что же это будет, если я их уничтожу, завтра он опять с меня голову снимет за то, что я его приказание исполнил. То есть вот эти прихоти, они на самом деле разрушают государство. Никакого ангела не нужно, чтобы вся вот эта пирамида начала рассыпаться, просто потому что сверху идут взаимоисключающие сигналы. Не только в Египте так бывает. Тогда родичи, бывшие подле него, девясь непостоинствуя его мысли, обратились к ему, да каких же пор, царь, ты будешь нас испытывать, словно неразумных тварей. Уже в третий раз ты прихазываешь их уничтожить, но едва доходят до дела, снова на попятные отменяешь свои распоряжения. Из этого и город, охваченный ожиданием, бурлит, наводняется с бродом, и до что до того, что по нему могут пройти грабежи. Еще бы люди стоят там в возбуждении и ждут, когда начнут убивать иудеев, а они на это полюбуются. Их все не убивают, не убивают. Ну давайте мы кого-нибудь там убьем или пограбим, по крайней мере, да, у них же уже запал-то есть. После этого царь вылит и Фаларид, да, это тот самый тиран сицилийский, окончательно потерял рассудок и не обращая никакого внимания на то, как душа его металась то туда, то сюда, из-за наказания иудеев, твердо поклялся тщетную клятву и немедленно отправить преисподней иудеев из калеченных и растоптанных под ногами зверей, а затем двинуть войска на иудею, быстро сравнять ее с землей, огнем и копьем. Да, эти иудеи живут в Египте, но есть и иудеи в иудее. А их святилище нам, где недоступно, то есть куда не пускают язычников, спалить дотла и вскоре навсегда очистить его от тех, кто приходит туда приносить жертвы. Тогда друзья и родичи возликовали и разошлись, для надежности расставив по самым важным местам города сторожевые посты. Похоже, все-таки не отделаться иудеям вот так легко. А слононачальник, доведя зверей до состояния двори непомешательства при помощи самого дурманящего напитка и сдобренного ладным вина, и обредив их взбрую, внушавшую ужас, ну то есть слоны же не в своем естественном виде выходили на бой, на них там доспехи какие-то навешивали. На рассвете, когда город уже был наводнен несметными толпами, шедшими к апподрому, явился во дворец и позвал царя на предстоящее зрелище. Дрожа от летой злобы, которая преисполняла его нечестивую душу, он ринулся, разъяренный, вместе со зверьми, в ожесточении сердца стремясь собственными глазами созерцать мучительную и горькую погибель вышеозначенных иудеев. Ну и вот понарастающее идет напряжение, когда иудеи увидели облако пыли, поднятые у ворот выходящими слонами и сопровождавшие их вооруженной ратью вместе с шедшими толпами народа. Да, там еще и войско, обычное человеческое войско, чтобы слонов направлять, наверное, чтобы добивать иудеев. Да, вот, ну это прямо вот такое представление. И услышали глухо раздававшийся шум. Они подумали, что настал последний миг их жизни и конец мучительного ожидания. Да, фулюсетованием и причитанием они целовали друг друга, обнимались с родными, бросались друг друга на шею, родители, детям, матери, дочерям, а иные держали у груди новорожденных младенцев, сосавших свое последнее молоко. Мастер повествования, автор наш, и вот этот образ младенцев, которых кормят, да, вот, они скоро погибнут, зачем их кормить, но мать остается матерью до последнего. Но это еще не все. Памятуя заступничество, которое случалось прежде, приходилось с неба, они все разом, отняв младенцев от груди, пали ниц и громогласно возопили ко властелину всякой властью, умоляя его, пощадите хаевицы, им, ибо они стоят уже врат преисподней. А может быть, вся эта история, три дня их держат, ну, очень мучительно, да, на границе жизни и смерти, и вот уже идут убивать. Может быть, вся эта история как раз ровно для того, чтобы молитва могла стать до конца откровенной, до конца сильной, до конца искренней, да, вот, наверное, они молились так, как никто никогда не молится в этой ситуации. Может быть, все для этого, мы не знаем. Но следующая шестая глава нам покажет, чем все закончилось. Продолжение следует...